Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых осуществлялись поставки топлива для бронетехники украинских войск на Донбассе. Оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. В районе населенного пункта Тумень Ровенской области вблизи украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил за сутки уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов «Изюм», «Новая Каховка», «Донецк», «Николаев», «Бердянск», «Горловка», «Луганск» и «Рубежный». В течение дня оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками поражены 64 военных объекта Украины. Среди них 4 пункта управления, в том числе штаб украинских сил специальных операций в районе населенного пункта Березнеговатая Николаевской области, 3 зенитных ракетных комплекса «1С-300» в районе города Малия Житомирской области и 2 «Буком-1» в районах Углидара и Славянска. Также уничтожены 3 установки реактивных систем залпового огня, 2 артиллерийские батареи и 49 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов Вооруженных сил Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 77 вертолетов, 214 зенитно-ракетных комплексов, 321 беспилотный летательный аппарат, 1752 танка и других боевых бронированных машин. 184 установок реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1640 единиц специальной военной автомобильной техники. Миноборная Россия уже неоднократно разоблачала циничную ложь, которую киевский националистический режим использует для сохранения своей власти на Украине и введения в заблуждение мирового сообщества. Так, например, 20 марта президент Зеленский, выступая с видеообращением к израильскому Кнесету, обвинял Россию в якобы ударах по городу Уман Черкасской области. Для усиления драматического эффекта Зеленский заявил, цитирую, что это место, которое каждый год посещают десятки тысяч израильтян для паломничества. Хочу подчеркнуть, в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам, тем более по культовым сооружениям и любым другим местам общественного богослужения. Именно киевский режим в нарушении международного гуманитарного права и просто норм морали использует такие объекты в качестве пунктов сбора и переправки оружия и нацистов для участия в боевых действиях. Сегодня мы представляем полученные от одного из членов еврейской общины, Умани, доказательства использования режимов Зеленского для этих целей здания новой городской синагоги, расположенной на шоссейном переулке Дом-1. На сделанных 21 марта, то есть на следующий день после выступления Зеленского в Кнесете, в фотографиях зафиксировано формирование на территории синагоги двух колонн с националистами. Обращаю внимание, что имущество, оружие и боеприпасы, хранившиеся в здании синагоги, сначала были загружены националистами в кузова самосвалов, а затем замаскированы под мешки со строительным мусором. При этом для перевозки из западных регионов Украины националистов и иностранных наемников используются, как хорошо видно на фотографиях, автобусы, имеющие раскраску школьных транспортных средств, соответствующими знаками «Дети». Таким образом, объект иудейского культа в Умане намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях, чтобы в случае огневого воздействия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию. Субтитры создавал DimaTorzok